Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я очень рад, что и подписчиков, и гостей становится все больше и больше. Это говорит о том, что многим из нас интересна настоящая, правдивая история мира, а не ее кастрированный вариант. Итак, сегодня очень интересная тема. Китай. Наверное, самая загадочная страна. Со школы мы все помним о ее древности и о всех открытиях, которые принято отождествлять с китайской историей. Это и бумага, и порох, и шелк, и многое-многое другое. Сейчас я вам расскажу об этой стране то, что без труда каждый из нас может найти на страницах интернета. Я просто облегчу вам немножко сам процесс. Выложу все это в сжатой форме. Китай, или Джунго, как называют сами китайцы, является одной из самых удивительных и загадочных стран мира. Родина бумаги и книгопечатания, пороха и компаса, шелка, фарфора и многих других полезных изобретений и открытий. Он неизменно приковывает к себе внимание историков, исследователей и путешественников. Расположенный на юго-востоке Азиатского континента и своими очертаниями напоминающий парящую в небе огромную птицу, современный Китай – наследник великой цивилизации, летопись которой насчитывает около пяти тысячелетий. Китайская Народная Республика располагает огромной территорией в 9 596 960 квадратных километров, включая неконтролируемый центральным правительством остров Тайвань и прилегающие к нему мелкие острова. По этому показателю Китай уступает только России и Канаде. По численности же населения в 1 миллиард 368 миллионов с копейками он и вовсе занимает первую строчку мирового рейтинга. Далекий и загадочный Китай еще называют Поднебесный. Древние китайцы считали свою страну единственной в мире, которой покровительствует небо. А правителей почитали как сынов неба. Или, может, столь поэтичное название навеяно расположено здесь самой высокой горной системой планеты – Гималаями? Трудно сказать однозначно, но точно известно одно. Каждый турист, приезжающий сюда, обязательно становится немножко китайцем. Потому что не проникнуться местной культурой, самобытными обычаями древнего народа, его культурными традициями и не менее яркой современностью просто невозможно. Спокойствие и грандиозность Тибета, величественные Гималайи, уникальные пейзажи провинции Ганьсу, пустыня Гоби на севере и теплые моря в восточной части страны – все это Китай. Местная природа будто бы специально создана для того, чтобы путешественник тут же забыл о повседневной суете и отдохнул от шума мегаполисов, набираясь ярких и незабываемых впечатлений. Труднодоступность многих районов, в частности Тибетского Нагоря, позволила сохранить флору и фауну в первозданном виде. В горах около вершин растительность довольно скудная, а у их подножий раскинулись луга с сочной травой, где пасутся стада яков. Население использует их в качестве тягловой силы при вспахивании небольших земельных угодий. Здесь обитают и другие животные, способные выжить в таких условиях – антилопа, ронга, гималайский медведь и кианг. Встречаются также заяц, байбак, красный волк, бурый медведь и рысь. Великие реки Китая и соседних стран – Янзы, Хуанхэ, Инд, Салуин, Брахмапутра, Меконг – берут свое начало в горах Тибета. Благодаря снежным вершинам они наполняют свои воды и дают долгожданную влагу животным и растениям. Тибет плавно перетекает в горы Центрального Китая, высота которых колеблется от полутора до трех тысяч метров. Тут растительность более насыщена. Имеются хвойные леса, представленные сибирской и саянской елью, можжевельником и пихтой. Из животных встречаются амурский леопард, длинношерстный тигр и соболь, популяция которого ощутимо пострадала от действий человека, а также белки, бурундуки и росомахи. Равнины, обильно поросшие дубовыми лесами, являются ареалом произрастания подуба и дикорастущего чая. Здесь вольготно себя чувствует редкий в этих местах, да и вообще на нашей планете, амурский тигр. Он находится под охраной государства и увидеть его можно в Хайлунзянском парке-заповеднике. А вот ближе к Тихоокеанскому побережью обитают теплолюбивые животные. Например, большая и малая панды, питающиеся в основном молодыми побегами бамбука. Развитие Китая в последнюю четверть XX века и начало XXI века стало самым успешным периодом в истории и одним из самых успешных периодов в почти 5000-летней истории страны. Весь мир знает про экономическое чудо Китая. Действительно, сегодня Китай занимает лидирующие позиции по всем основным аспектам развития. И этого в этой стране не отнять. Официальной историей считается, что первые люди на территории Китая жили уже 7 миллионов лет назад. А самая первая китайская династия, Ся, начала править еще в 2700 году до н.э. Все последующие периоды связывают с правлением в стране разных династий, последовательно сменявших одна другую. Примерно 400-200 лет до н.э. произошел переход от рабовладельческого строя к феодальному. В этот период была освоена техника выплавки бронзы, началось массовое применение железных инструментов. Одновременно появилась возможность изготавливать знаменитые глазурованные керамические изделия. Началось развитие производства не менее ценимого и в наши дни китайского шелка. Период воюющих государств с 475 по 221 год до н.э. стал эпохой известных на весь мир мудрецов и философов. Это и Конфуций, и Лао Цзи, и известный автор книги «Искусство войны» Сунь Цзи. В 221 году до н.э. на арене появилась новая династия – Цзинь. С этого времени закончились все войны между малыми княжествами. Цзинь Шихуанди, правивший новой династией, объединил их в одно государство и нарек себя первым императором. Он создал систему префектур и графств. Ему удалось объединить более чем 30 тысяч человек при строительстве Великой Китайской Стены, которая длилась десятки лет. Она протянулась на 8 тысяч километров. Первый император еще в начале правления начал возведение мавзолея с терракотовыми фигурами воинов, коней и колесниц. Обнаруженные в 1974 году, они и сегодня поражают воображение не только гостей страны, но и самих китайцев. Последующие 406 лет Китаем правило династия Хань. Это время подъема сельского хозяйства, развития различных ремесел и торговли. Существенно расширились территориальные владения империи. На этот период пришелся рассвет Великого Шелкового Пути. По нему шли торговые караваны через Центральную Азию к побережью восточной части Средиземного моря. В то время велась торговля великолепными шелками и керамикой. Контакты Востока и Запада привели к распространению буддизма. Последующий период стал эпохой Троецарствия, когда на арену вышли три равносильных государства, образовавшихся на территории Китая. Потом наступило время династии Тан. Ознаменовавшиеся расцветом сельского хозяйства ремесел, изготовления текстиля, керамики и фарфора. Развивалось судостроение, набирали темпы торговые и культурные связи с Японией, Индией, Кореей и Персией. В начале XIII века Чингисхан основал Монгольскую империю. А в конце столетия его внук захватил дополнительные территории и объединил весь Китай в единое государство, подчинив при этом Тибет, Синьцзянь, Юньнань. Он перенес столицу в современный Пекин. Эпоха следующей династии Мин славна не только продолжившимся расцветом и укреплением страны. На это время пришлось много путешествий, принесших немало открытий, которые были крупнейшими до эпохи Колумба. Вот такая получилась коротенькая справочка об истории Китая, которой так гордятся китайцы. Честно говоря, действительно, просто дух захватывает. Все ли из истории этой несомненно великой и очень интересной страны является истиной? Давайте поговорим об этом в следующем обзоре, который не заставит себя долго ждать. Он, несомненно, вызовет ваш интерес. На этом я хочу сказать вам до свидания и пожелать мира вашему дому, спокойствия вашей душе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok